всем привет с вами я татьяна шадрина вы мне на канале время шить сегодня время вдохновения мы с вами сегодня полистаем вместе свежий выпуск журнала burda burda star номер восемь за август месяц как об как всегда предлагаю начать просмотр со странички с техническими рисунками посмотрите что нам сегодня предлагают в журнале есть платье много платьев и кстати платье на осень вполне подходящие есть несколько жакетов можно сказать что вот это курточки варианты здесь юбки юбка вот такая мне очень понравилось ну вот эта классика интересное платье блузы или туники длинные блузы рубашки пуловеры брюки ну и вот такое платье жилет для тех кто недавно смотрит журналы обзоры давайте внимательно посмотрим таблицу размерных признаков чтобы правильно выбрать свой размер нужно определиться с обхватом груди по обхвату груди например у вас размер 50 российский смотрим что в таблице это 44 европейский размер нужно обязательно конечно еще ориентироваться на остальные мерки обхват талии обхват бедер если мерки обхвата талии обхвата бедер у вас другие например больше или меньше то выкройку придется корректировать ну на всякий случай примерно размер европейский прибавляем 6 и получаем наш российский размер первая страничка как я говорю обычно для тех кто еще не начал шить можно впечатлиться эмоциональным восприятием одежды здесь конечно трудно увидеть линии кроя но зато есть по полной как бы впечатление о модели общее впечатление такое что цвет темный есть несколько красных алых расцветок здесь у нас есть так называемые референсы откуда чем вдохновлялись дизайнеры этого журнала здесь тоже можно остановиться почитать про известные дома мод ну и первый разворот это у нас брюки и жакет жакет классический ну просто самая самая классика застежка на одну пуговицу два прорезанных кармашка в рамку жакет по фигуре не узкий впритык а такую полуприлегающая умеренного объема очень яркой расцветки за счет этого жакет смотрится скажем современно но если вы выберете расцветку однотонную то получите классический жакет 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 в пошиве конечно очень сложный но выкройка основы я думаю что прекрасно и брюки брюки широкие свободные обратите внимание что пояс на резинке брюки свободные карманы в боковых швах есть гульфик но я как понимаю чтобы гульфик скорее дышим для близи ру потому что пояс на хорошие такой резиночки давайте посмотрим технические рисунки это тех рисунок жакета посмотрите есть отдельная деталь полочкой отдельной деталь спинки вытачки по спинке наверняка приталена еще по шпажку рукав двушовный и небольшой лацкан я бы сказал то что доктор прописал сейчас такие жакеты в моде и можно шить из любой ткани себе в жакет на осень и заметьте что он еще удлиненный брюки брюки будут несколько раз встречаться сегодня журнале мне кажется вот знаете как сказать что очень комфортная модель очень удобная в пошиве не так то уж все просто но зато с посадкой я думаю проблем не будет особых потому что модель свободная кстати вот подобные модели я не встречала чтобы был приточной пояс с резинкой либо резинка идет по кругу либо пояс приточной но соответствует талии и вытачки есть бывали еще пояса когда резинка только по спинке впереди скажем без резинки ну вот здесь такой вариант кстати я думаю что можем такой вариант заменить например вообще не выполнять гульфик или сделать гульфик ложный и выполнить просто брюки на резинке здесь выбрали ткань просто вискозная ткань но мне кажется можно брать тонкие шерстяные ткани костюмной группы лишь были на этом развороте нам предлагают шить юбку юбка в мелкую складку складки расположены встречным друг другу и карманы в боковых швах еще платье платье кстати по выкройке очень необычной платье облегающего силуэта посмотрите вот нет оверсайзов рукав точной сидит на месте интересной формы горловины такая прямоугольненькая скажем как как будто карену с закругленными краями и сейчас покажу линии кроя очень необычные здесь взяли жаккардовую ткань с эластаном но мне кажется такое облегание плотный достаточно только из ткани с эластаном можно взять джерси я думаю посмотрите на детали кроя на техническом рисунке мы видим что спинка цельная есть шов по центру а впереди вот такие так называемые частичные рельефы когда талиевая вытачка переходит в нагрудную вытачку и не доходит до конца такой крой очень удобно шить очень легко посадить хорошо можно сделать прилегание под грудью обычно это место провисает и повторюсь что очень давно журналах не бы не встречала подобные выкройки очень давно это значит мне кажется ли наверно уже 78 точно ну может быть я ошибаюсь ну давненько вот здесь такой красивый форум вырез горловины в общем я голосую за такую выкройку за то что хотя бы она просто есть журнале и новичкам удобно будет такую выкройку подогнать под свои размеры юбка юбка я бы сказала она может быть обычная потому что посмотрите мелкие складки заложены навстречу друг другу карманы в боковых швах приточной пояс со шлевками и застежка на молнию по спинке хорошая юбочка для юбки использовали креп но мне кажется можно много тканей юбочных использовать для пошива такую такого изделия на следующем развороте мы видим платье красивое платье и рубашка можно сказать что блуза рубашка у рубашки мне показалось любопытным посмотрите сочетанием что обычная рубашечка но манжеты сделаны из трикотажа посмотрите интересно стилизована манжеты рубашки выполнены в тонн с беретом и монохром достаточно синий расцветка добавлены и молочный фон везде нужно будет очень крепко подумать какого цвета сделать манжеты если вы решите сделать также трикотажные манжеты потому что если мы наденем брюки другого цвета то уже все скажем развалится этот шик немножко пропадет нужно прямо при представить с чем вы будете затем носить это как костюм эту рубашечку но еще вторая идея это посмотрите это длинная блуза с разрезами по бокам передняя часть разрезов закругленная а по спинке просто прямоугольники квадратники есть нагрудная вытачка то есть опять же эта рубашка не оверсайз а такая вот умеренного прилегания мне нравится такая модель кстати эта модель до размера 48 европейского прибавляем 6 получается российской 54 красивая какие ткани подойдут сюда здесь написали что вискозная ткань я думаю что выбираем плательные группы ткани можно взять и тонкий вариант трикотажа какого-то плотного на платье давайте посмотрим платье у нас отрезной по талии при собрана на резиночку по талии а по уровню на уровне бедра или может быть чуть выше подрез и внизу пришита оборка платье с нагрудными вытачками рукав точной сидит на месте и по низу рукав присобран на резиночку широкий достаточно рукав застежка по переду на планочку на пуговке и маленькая стоечка воротничок стойка не я бы сказала что классическое платье удобное платье потому что посмотрите по талии резинка приталивание сделали пояса можно сделать сшить завязывающийся пояс если не всегда готовы с кожаным ремнем сходить красивое базовое платье я бы сказала давайте посмотрим технические рисунки я думаю что добавить не будет ничего кроме того что варианты ткани здесь предлагают вискозную ткань согласна абсолютно и вот технический рисунок блузы рукава достаточно свободные по низу при собраны на трикотажный манжет планка застежка на планку перед короче чем спинка и отложной воротничок со стойкой на этом развороте мы видим с вами жакет в стиле шанель и юбочка юбка мини маленькая юбка украшена вот такой тесьмой красивая тесьма очень часто тесьму подобную используют в декорировании именно ткани шанель не знаю насколько так мне кажется шанель актуально вообще всегда и очень часто в журнале мод как минимум одна модель до встречается из ткани шанель вот такой вариант одежды классика классик еще кстати платье платье жакет двубортная с двумя рядами пуговиц пуговицы здесь выбрали контрастные ну это уже это платье жакет украшена декоративной тесьмой посмотрите вот тесьма идет по воротнику похож на воротник apache посмотрите какая форма красивая мы недавно на марафоне шили жакет воротничок был подобной формы актуальный вариант мне нравится и вот такое платье мы видим в каких местах использована тесьма отделочная в пошире такие вещи конечно непростые шить из шанели вещи потому что шанель очень сыпучая ткань и нужно крепко подумать прежде чем браться за нее обычная скажем стачивание вот кстати я бы такой степени прилегания юбку не стала делать из шанели посмотрите вот даже в этом месте идет деформация у девушки накачанное бедро мышцы и очень плотно облегает и идет деформация клетки очень плотно сидит юбка очень плотно и беда случится если вы несколько раз присядете в такой юбке просто разлезется по швам чтобы ткань шанель не плыла по швам нужно проклеивать швы дублерином дублерину выбирать лучше тонкие и очень качественно нужно проклеивать ткань долго держать утюг проверить на лоскутке сколько в минут нужно удерживать утюг чтобы клей успел расплавиться схватиться после того как вы прям приклеили ленту вдоль припусков швов нужно подождать некоторое время ну ленту или дублерин полоски дублерина подождать некоторое время не трогать ткань чтобы дублерин остыл клей чтобы принял свою форму и буквально скажем в ткани соединился с тканью без проклейки швов мне кажется невозможно шить буклированную ткань у нас в этой лихе несколько раз приносили жакеты из шанели скажем с просьбой отреставрировать вот эти швы например по спинке вот эти швы по проймам потому что после покупки в магазине вот этих вещей они расползались ну что давайте смотреть технические рисунки жакет кстати прекрасная базовая выкройка для любого жакета подобные формы можно сшить не только из ткани шанель посмотрите немножечко немножко спущено плечо хотя кажется на месте сидит вот у девушки видно что чуть-чуть спущено плечо рукавчик одношовный вытачки нагрудные пара накладных карманов и еще маленький нагрудный карманчик жакет выполнен с подкладкой юбка маленькая юбка юбка слегка а силуэта здесь она предлагает так здесь предлагается вариант юбки мини но вы можете просто продлить вот эту линию вниз и получите юбку скажем обычную юбку а силуэта здесь юбка без пояса обработана на обтачку вверх по вверх юбки знаете как вот постоянно когда речь заходит о таких юбочках я даю совет простите как для кого это уже повторяется обязательно по верхнему срезу юбки тоже проклейте дублерин до левичок чтобы во время эксплуатации у вас юбка не расползалась по верхнему срезу а еще второй совет можно проклеить в ней можно приточать на припуск резинку обычную резинку которую вставляете в белье в трусики длину резиночки возьмите немного меньше чем вот линия талии по юбке буквально на 2-3 сантиметра то есть легка натягивая резинка не будет присобирать по верхнему краю юбку но в то же время когда вы будете присаживаться у вас юбка не будет сползать и например по спинке а возвращаться на место то есть как бы линия талии не будет разъезжаться не будет деформироваться но по крайней мере я так делаю своим клиентам и себе и нам это нравится делюсь с вами советом платье платье жакет двубортная выкройка в бурде я думаю что хороша посмотрите вот такой рельеф с укороченной вытачкой вытачка доходит почти до вершины груди вот такой отложной воротник английского типа накладные карманы рукав посмотрите двушевный то есть платье будет очень хорошо сидеть по фигуре выкройка многогранно можно этой основе шить массу вещей во первых можно укоротить это платье и получим обычный жакет выкройку обычного жакета во вторых можно изменить линию скажем проймы горловины убрать например рукава и получится у нас жакет жилет можно вовсе убрать воротник например получится просто жилет двубортный хорошая выкройка мне кажется тоже за основу можно себе взять в копилку следующий разворот брюки мы с вами выкройку брюк этих уже видели но здесь вариация брюки карго выкройку широкий брюк дополнили карманами накладными вот с такими какими-то хлястиками с клапанами дополнительными давайте сразу посмотрим на тех рисунке вот такой вариант брючек карго кому нужна такая выкройка я уже много про нее сказала дополним берем используем следующий разворот журнале здесь нам предлагают сшить платье платье интересные и брюки брюки вот если просто посмотреть на технический рисунок сдалека вроде бы ничего особенного но на девушке я смотрю что достаточно свободные брюки у меня остается вопрос то ли это надели на девушку не того размера брюки то ли это действительно вот такая посадка у брюк они покрою похоже эти брючки на стиль бога потому что на мой взгляд вот такие характеристики посмотрите ну во-первых расцветка натуральная хлопковая ткань и во-вторых вот такие вытачки по центру переда и по спинке немножко заужают к низу мне нравится такой вариант брючек я сама недавно сшила себе брюки с такими вытачками удобно книзу немножко так силуэт собирают делать компактным сейчас посмотрим на тех рисунок давайте еще про платье поговорим платье вот здесь конечно на фотографию про платье ничего понять невозможно практически платье сшито из вискозной ткани но здесь практически тоже видно что платье отрезной по талии какие-то складочки вот здесь есть видно что воротник стойка в точной рукав давайте уже к тех рисункам перейдем на тех рисунке что мы видим платье отрезной по талии спинка очень плотно посажена по фигуре видим вытачки талиевые и по лифу и по спинке застежка на молнию есть вытачки плечевые воротничок стойка в точной рукав на грудные вытачки а здесь по центру идет асимметрия мы видим что асимметрия в вытачках талиевые вытачки обе переведены вот сюда и талиевая вытачка дополнена так и талиевая вытачка на юбке вместо вот этой здесь три защипа идет красиво смотрится интересно почему бы и нет но я бы советовал для такого платья плотно сидящая по фигуре выбирать ткань с эластаном вам легче в таком платье жить будет красивые брюки скомбинированы вот с таким жилетом и давайте посмотрим технический рисунок хорошие брючки внизу как мы видим вот такие вытачки по переду и по спинке брюки с поясом карманы в подрезанных бачках гульфик брюки в работе непростые но мне кажется в жизни очень хорошие брючки можно шить их из хлопковой ткани можно взять плотную джинсовую ткань и шить брюки на осень почему нет свободный стиль следующий разворот что мы здесь видим костюм костюм все тот же жакет шанель и юбка только выполнены они из жаккардовой ткани и соответственно без отделки характерные для жакетов шанель но все равно посмотрим сейчас поближе и платье платье у нас будет журнале несколько раз встречаться пару раз как минимум платье очень свободного кроя кто любит вот такие балахонистые вещи почему бы и нет мне кажется для рабочих будни такие платья тоже годятся когда не хочется подчеркивать фигуру хочется вот такого свободного удобного комфорта но тем ни менее для намеков на то что фигура есть здесь вот такие паты ну да застежки на паты поставлены в талию посмотрите впереди они начинаются а по спинке потом фиксируются пуговицами но платье по талии все равно очень свободного кроя потому что по спинке есть еще складки сейчас на тех рисунке посмотрим есть застежка пола отложной воротничок на стойке рукава широкие к низу застегиваются на классический рубашечный манжет с разрезом и платье еще посмотрите немножко удлиненное по бокам немножко свисают бока очень удачно мне нравится выбрали ткань принт вот он такой геометричный абстрактный люблю подобного рода принты как правило они это придают изделию индивидуальность посмотрите за счет принта не становятся не видны практически линии кроя они у нас есть вот здесь вертикали идет вот здесь вертикаль а по спинке у нас там и складкой кокетка но тем не менее у платье явно бросается в глаза силуэт они линии кроя давайте смотреть тех рисунки я бы все-таки платье это шил из однотонной ткани будет посмотреть насколько провисают бачка передний рельеф и переходят вот в такие линии еще как будто расклешенный к низу по спинке мы видим кокетку складка и вот паты начинаются впереди и застегиваются сзади на пуговке рукава рубашечного типа с застежкой и с манжетом со складочками и очень красивая форма проймы я люблю такие проймы когда вроде бы и спущенные плечо на в то же время проймы присутствует посмотрите форма проймы не просто палочка такая а вот изогнутая излишек объема уходит в эти в этих как будто здесь вытачки сделаны и воротничок отложной на стойке и планка красивое платье мне нравится для тех кто хочет комфорта мне кажется хорошее платье интересное скажем самобытное платье ну и жакет курточка мы уже такую выкройку смотрели с вами только сзади добавился поясок и юбка юбку тоже уже смотрели следующий разворот здесь нам предлагают сшить две туники одна туника очень простая вот такая форма выреза горловины как будто капелька ну вот немножко идет сначала по горлышку и потом в капельку переходит у девушки она так неудоб неудачно встала чтобы не понять как устроена горловина деформирована эта форма на самом деле это минус когда вот эти уголки вот так отвисают надо их ровненько сделать на мой взгляд я считаю это недостатком в работе нужно прямо специально подумать сейчас расскажу когда на тех рисунок посмотрим как нам сделать чтобы эти уголки не отгибались туника туника здесь выполнена из трикотажного полотна посмотрите по центру переда ряд защипов и затем в свободном плавании вещь идет широкий вырез горловины опять совет повторю прежде чем выполнять вырез горловины кроить вы пожалуйста добавьте по одному то и по два сантиметра даже по два по три сантиметра вот внутрь скажем продолжите линию плеча вот здесь вот здесь и просто прибавьте к этой линии дополнительные сантиметры когда сделайте первую примерку а кстати к первой примерке проложите строчку по горловине если у вас это будет трикотаж и если горловина окажется с чрезмерной широкой что вы потом с ней будете делать она будет сваливаться у вас с плеч полностью поэтому вот вспомните мои слова во-первых в крое уменьшите горловину во-вторых добавьте фиксирующую строчку длинным стежком или сметочным стежком и примерьте если на примерке вам показалось что готовы вы сделать горловину пошире пожалуйста отрежьте этот 12 сантиметра никогда не поздно отрезать а вот добавить уже будет поздно после примерки туника мне кажется очень хорошего кроя посмотрите расклешенная книзу немножко просто обычный прямой рукав вырез горловины тоже красивой формы как выполнить вот такие защипы аккуратно тоже есть секретик секретик 1 это просто проникайте сначала все линии или отрисуйте четко и потом делайте защипы уже когда каждая каждой линии у вас имеет свое место я бы еще помогла утюгом за утюжила сгибы по защипам но когда прометана и когда лежит ниточка она позволяет уже лучше ткани просто ложится по форме по нужной форме ну и вот это платье тоже про него давайте два слова скажу платье с так называемой драпировка качели по переду здесь платье выполнено написано извязанного трикотажного полотна очень сильно из пучи спущены плечи воротник по спинке на стойку уходит а здесь вот такая качель по бокам разрезы платье базовая бы сказала трикотажным почти что платье водолазка кстати воротник вот такой качели не всем подходит попробуйте идет ли вам такое тем у кого достаточно выразительная грудь очень часто девчатам не нравятся такие дополнительные объемы в районе груди попробуйте может быть какой-то не знаю старой ткани выкройте такой вариант и оцените нравится вам или нет технический рисунок вот это платье с воротничком качели такая в работе она простое на 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 широкий размер наряда на выкройка вот это туника расклешенная слегка с нагрудными вытачками что я хотела сказать обрабатывается горловина с помощью обтачки так вот обтачку выполните на несколько миллиметров буквально два три миллиметра по разрезу меньше чем вырез горловины ну скажем из внешней детали таким образом чтобы был перекат детали внешне внутрь чтобы как бы внутренняя деталь подтягивала за собой деталь внешнюю обязательно проклеить дублерином обтачку и уголки когда будете сметывать по уголкам я бы наоборот эти уголки внутри завернула перед как бы во время сметывания и уже потом стачила таким образом чтобы они приняли форму как бы прилегать к телу они отворачиваться ну вот опять же рассказываю как это делаю я ну и вот этот уника с защипами по центру перья тоже немножко раскрышенная окажется хорошая базовая такая туничка каких много в гардеробе мы пролистали с вами мастер-класс подробные пошаговое описание работы как шить тунику с трикотажными рукавами и они не стала показывать потому что бурда против здесь платье посмотрите платье с рельефами из рельефов выходят сразу складки причем это цельнокройные детали широкие пышные рукава и на манжет по низу и квадратный вырез горловины платье мне кажется многим девчатам понравится посадить по фигуре такое платье несложно давая технический рисунок посмотрим подробно рукава выполнили без подкладки а само платье на подкладке кстати был момент когда подкладку делали скажем ну вот такую не длинную слегка закрывающую бедра а сейчас я смотрю мне кажется стало модным когда подкладка вровень с платьем буквально два три сантиметра короче чем само платье очень красивое платье интересное мне кажется как нарядный вариант просто шикарно по вырезу горловины по швам вот здесь обработка моской полоской ткани при собранной очень необычно смотрится платье красивое платье от дизайнера на этом развороте мы с вами видели уже платье помните с асимметричными складочками по талии здесь это платье дополнили рукавами длинными и дополнили шарфом бантом по переду по центру переда по моему здесь платье немножко подлиннее чем там может быть я ошибаюсь и юбка юбку мы с вами видели в коротком варианте здесь юбка в длинном варианте юбка в складку ну давайте на платье на тех рисунок еще глянем подробнее вот как платье это выглядит с длинным рукавом на этом развороте повторяется выкройка туники защипами здесь ее выполнили из полосатой ткани из трикотажной и вот эти две модели блуза рубашка мне кажется это та же выкройка блузки которая была длинная только здесь короткой и блузка с обычным рубашечными рукавами и застежкой с классической рубашечной накладные контрастные карманы показываю не там вот накладные контрастные карманы еще интересно интересен вот такой пуловер в стиле пола рубашка пола давайте тех рисунки смотреть вот и на блузка с накладными карманами карманы стиле портфель посмотрите со складками с клапанами и еще контрастного цвета интересная деталь вот такой пуловер стиле пола ну и вот эту тунику мы с вами уже видели дальше у нас с вами идет куртка куртка жакет рубашка мне кажется это все одна и та же выкройка здесь посмотрите курточку сделали и из двух комбинированных тканей здесь у нас основа куртки ткани с утеплителем с синтепоном простегнутом простеганным а рукава выполнены просто из другой ткани написано ладен утепленная ткань куртка смотрится интересно свежо почему бы и нет выкройку мы с вами такую же видели здесь у нас вот такая водолазка или пуловер с укороченным рукавом приточным здесь вот у нас помните говорила воротник в стиле качель вот здесь он стоит вот так как многим не нравится достаточно объемно коловато ткань потому что грубая вы подумайте прежде чем решиться на такой пуловер как вы будете носить потому этот воротничок и мне очень нравится вот это платье посмотреть это обычное платье футболка интересно разрезали вот саму основу по некоторым линиям и взяли ткани в полоску и расположили их в разном порядке интересная деталь вот здесь в плечевом шве он отсутствует и получают как вот у деток получается плечевой шов с запахом переднюю часть уходит немножко на спинку в техническом рисунке да трудно увидеть вот у нас передняя часть пошла пошла уходит на спинку и точно также задние слегка переходит наперед и вот здесь они нахлёст получается из них как бы плечевой шов отсутствует интересный момент почему бы нет можно футболку так сшить можно там скажем какие-то платья домашние даже интересная идея и мне очень нравится игра полоски посмотрите красиво сделали шьется такое платье кстати не сложно вот этот пуловер с воротничком качель и куртка кстати по как сшить вот такую куртку есть школа шитья пошаговое подробное описание на этом развороте модели практически вот эти повторы идут брючки карго просто их немножко укоротили и сделали с другой ткани выбрали здесь хлопчатобумажную атласную ткань вот красиво смотрится удобно и как я поняла что тоже наверное рубашка пола только немножко изменили рукав посмотрите рукав сделали пошире внизу и заложили внизу складку и пришили манжет трикотажный трикотажная резиночка по низу рукава и трикотажная резиночка по горловине смотрится спортивно и дополнили вот здесь разрез уже не на планку и застежку не на пуговицы она молнию очень интересно вот это платье жилет просто жилет назвали можно сказать что этот рейндж двубортный отложной воротник на стойке есть вот такая отлетная деталь укороченные рукава отвернутые манжеты есть под и в общем все признаки тренча еще посмотрите карман вот вход в карман с такими клапанами очень красиво очень стильно еще и по спинке сейчас посмотрим этих рисунки все признаки тренча кому нужна такая штучка шьем сложно трудно но шикарно смотрится вот он жилет тренч посмотрите по спинке еще тоже отлетные детали с пуговицей здесь разрез по низу еще завязывающийся пояс шикарное это платье по выкройке рубашки пола только с трикотажным воротником и вот с такими интересными рукавами и брюки на этом развороте платье мы с вами уже смотрели такой помните был яркий принт здесь хорошо видны вот эти углы свисающие у платья и видно насколько она максим скажем формы оверсайз свободного кроя технический рисунок мы с вами тоже уже видели на этом развороте нам демонстрируют юбку с юбкой все просто юбка полусолнце но вы сделали вот такие вставки по бокам и очень классно эти ставки заиграли в ткани с полосками если вы шьете эту юбочку без полосок то такого эффекта вау не получится как бы будут линии кроя линии кроя как бы посмотрите как они идут немножко заужаются к уровню колена вот как устроены линии кроя видим что колено заужаются потом расширяются и причем вот это одна деталь без бокового шва красиво но повторюсь что именно игра полос дает вот такой вау-эффект между тем мы с вами подошли уже к последним страницам этого журнала на последней странице мы видим анонс следующего выпуска который выйдет в конце августа будем ждать ловить ну а я как обладатель размера плюс жду без выпуска с размерами для плюсиков а я как обычно жду вас в комментариях давайте обсудим этот выпуск что вас зацепило мне пожалуй понравилась идея вот такого платья с одной стороны такой оверсайз но в то же время есть интересные линии кроя мне понравилась идея вот этого платья с полосками в разном направлении и линия плеча беру на заметку мне понравилась вот эта модель буду рада услышать что вам приглянулась чтобы вы хотели повторить давайте обсудим как всегда жду вас внизу в комментариях на этом все с вами была я татьяна шадрина вы были на канале время 6 всем пока пока до встречи